Добрый вечер. Сегодня у нас занятие с Равином Исраэлем Мазиншарфом из Риги по недельному разделу Торы Пинхаз. Привет, Исраэль. Слушай, но вот Пинхаз же он проявил себя в предыдущей главе, а почему-то эта глава названа Пинхаз. И вообще как-то разделили, интересно, что начинает вроде глава Пинхаз, а начинается не с описания того, что он сделал, а уже там какие-то награды, печенки и все такое. Там вообще начинается Пинхаз, сын Лазара, сына Аарона и так далее. Потому что то, что он сделал, это самосуд, это линч. И поскольку событие яркое, то и реакция на него была бурной. И судя по тому, что Бог так перечисляет титулы и звания, то это значит, что он хочет этим сказать. Что Пинхаз, уважаемый человек, сын уважаемого человека, внук уважаемого человека, высокопославленный и так далее. Зачем он все это говорит? Чтобы показать, что его значимость. Это номер раз. Второе. Для нас уходит полемический аспект этого описания. Пинхаз по женской линии происходил от Итро, от медианитянина. Это может многое объяснить. И что он сделал? Он убил знатного израильтянина, глава рода Шимон, который с медианитянкой ушли в шатер. Но не просто ушли, а земли, сын Бен Сау. Он подошел со своим медианитянкой к Мошар-Бэйну, а тот был там среди всего народа сидел, ну, самый высокопоставленный в народе, и говорит, скажи мне, она запрещена или разрешена? Если ты скажешь, что она мне запрещена, то цепора твоя, она тоже медианитянка. Тогда и она тебе запрещена. Повернулся, не дожидаясь ответа, А эти, ну, такая сцена немая, растерялись. И вот он ее повел в шатер. И то, что Пинхаз, который происходил от медианитян, его дедушка там первосвященник, да? Нормальный медианский. И трог. Не так далеко. Именно он выступил. Мне это кажется не случайным. Подожди, как дедушка, если он внук? По мужской линии. А его мать происходит этот трог. То есть Элиазар взял в жены другую дочь этого? Ну, скорее всего, да. Дочери или внучку. Ну, я не знаю, там, не суть. Вполне. То есть, получается, что когда он привел ее к... Ну, когда Азимри привел в свою миллионитянку, она Косби, она дочь князя. Почему? Не так все просто. Подвел ее к Моше на глазах всего народа, то это было не просто демонстрация смешанного брака. А это была попытка делегитимации Торы, да? То есть, ну, опровержение ее авторитета. Потому что Моше Рабейну взял Цепору до дарования Торы. И тогда были свои правила. После дарования Торы эти правила резко ужесточились. Что делает Земли? Он игнорирует факт дарования Торы. Вот что он делает. Потому что если там еврей пошел к нееврейке, ну, нехорошо, но это не повод его убивать. Если с язычницей, то уже возможно, кстати, да. Ну, по тем временам точно. Закон Торы говорит, что ревнитель может это сделать, не дожидаясь. Если все было, если было с предупреждением, публично и так далее, но в условии. Но, тем не менее, может. А здесь было даже не то, что он с язычницей своим порядком, а что он, ну, этот, земли. А что он это сделал, он опозорил Тору, Бога, и вообще весь исход. Ну, тогда это вообще ничего не стоит. То есть, что было дарование Торы, что не было дарование Торы, какая разница, да. И тогда смысл исхода теряется. А ради чего? Чтобы рабы просто убежали на свободу, поэтому был там, поставил Египет на глазах всего мира, нет? Рабы убежали, чтобы спать с кем хотим, да? Да. Вот. То есть, он все это дело дезавуировал, обесценил. И это был, ну, протест и против Бога, и против Торы, и против дарования Торы, и против событий исхода, и против вообще всей идеи, строго говоря, да. То есть, это была очень серьезная заявка, тем более, что он был высокопоставленным человеком. Вот. И, между прочим, первый раз говорится человек из рода Шимон. А сейчас называется земли бен Сау. Почему? Потому что для обсуждения факта достаточно было сказать, ну, был такой человек. А для того, чтобы объяснить всю драматичность, надо было показать, какой именно человек. То есть, мы говорим плохие вещи, первое, по необходимости, а второе, невзирая на лицо. То есть, ну, не то, что, а, он такой высокопоставленный, поэтому я не буду его, ну, публично осуждать. Нет, такого нет. Публично нарушил, публично обсудил. А вот. То есть, вот такие вещи. И, кроме того, когда Бог дал ему завет мира. Что значит завет мира? Брит шалом. То есть, брит, мы знаем, что это соглашение, союз. Союз заключают, это двусторонние действия. А здесь мы встречаемся с дополнительным переводом слова брит. Что это союз, который может быть дан от вышестоящего, нижестоящего. Как обещание. Одностороннее соглашение. А, протекция от огня. Что? Протекция от правительства. Да. Вот. И шалом мы можем перевести как мир, как совершенство или как устойчивое благополучие. Тоже много. А какое может быть устойчивое благополучие, когда на Бенхаса возмутились и весь род Шимон, и вообще руководители, между прочим, других родов. Много кого. Да. И, кстати, родственник этой козны. Медионитянин. А, вот это как с Авраамом опять. То есть, Бог сразу же говорит, что он хвалит, дает награду и одновременно гарантия, что все будет хорошо. Угу. Именно так. Вот. И так мы видим дополнительные варианты перевода, и действительно ему это было очень нужно, потому что иначе бы от него мокрое место не осталось. Более того, это было действие еще и провокационное во внешнеполитическом смысле. Убита дочь руководителя народа соседнего. Которая, как бы ничего плохого не сделала, наоборот, даже другое пошло. Да. У них, понимаешь, такие высокие чувства любовь и такой интимный момент, понимаешь, очень личный. И какое его дело войти на чужую территорию и убить, и так жестоко, и еще после этого, прошу прощения, продемонстрировать, обходясь копьем, и двумя трупами на нем по периметру Лаги, чтобы все видеть. То есть это еще с особым цинизмом, как сейчас бы сказали. Слушай, вот то, что он прошел по кругу, это очень на пропаганду похоже. Конечно. Почему эту главу очень не любят всякого рода законники в Израиле? Особенно левые. Почему? Потому что говорят, вот эта глава, это просто легитимация для любого ревнителя. Он рабина убил. Что, не то же самое? Он возмущен, он как бы действует, как он понимает, в общенациональных интересах. Он готов пожертвовать, он большой молодец, все-таки взял и убил. Ни с кем, ни у кого не спросясь. Все. Значит, и таким образом эта глава поощряет такого рода действия и такого рода людей. И пока эту главу читают, никто из нас спать спокойно не может. Два самых ненавистных момента, три в истории в Танахе. Это глава Пенхаз, это Давид, который обошелся с жителями Рамы Ягусейской. И вообще, кто он такой с точки зрения либерально-демократических, мыслящих, прогрессивных и гуманных. А вот, и третья, это Ханука. То же самое, да? То есть, вот эти вот фанатики, маргиналы, хамасники от иудаизма, вот они на самых прогрессивных, образованных, широкомыслящих и так далее. Ленистами, вот они, значит, так вот с ними обошли. Смотри, что получается. Значит, Пенхаз не тихо это все сделал, он это сделал демонстративно и как-то потом согласился, что сделал из этого пропаганду. Да. Такого фундаментального монотеизма. И получается, что Бог его вознаградил именно за пропаганду. Он его вознаградил, да, за пропаганду, потому что и за действие, и за пропаганду. Потому что он сказал, что вот он возревновал моей ревностью. Да, переведи, пожалуйста. Кино бы киноты. Тут игра словно, но понятно. А как будет приобрести наивреки? Приобрела? Каин приобрел. Ну, на всякий случай. Находит некое корневое соответствие. Значит, но это ладно, это так для языковедов. Так вот, во всяком случае, я такое мнение слышал. Теперь, я не какой специалист по ивриту, но я это слышал от людей, которые владеют в совершенстве на академическом уровне исследований. Теперь, значит, кроме того, он получил келну. Коген – это важный человек. Или отсюда, кстати, Коган. То же самое, да? Хан – хана, да? Он важный человек. И он получил келну, а до этого он келну не получал. Слушай, а хана не отпуганная случайно? Я не знаю. Я вообще не специалист в кирурских языках. Я только видел соответствия, которые мне показались не случайными. Например, там Адам – это человек на кюркских языках. Ну, просто вот один напрямую из Танаха, из Торы. Хабар – разговор, хибур – соединение. Там, ну, есть еще, скажем, Батыр – это богатырь и сильный. А Батр – это большой на семитских языках, ну, скажем так, на арамейском. Много есть. Мне когда-то переводили. Я не специалист в тюркских языках, но очень немало корневых общих основ. Ну, Википедия так и пишет, что Каган – это высший титул суверена Хан Хана, который слился с родственной формой Каан. Ну, Каан – это Каана. Да. Отсюда все эти Каганы, Каганы и прочие, Каганович. Вот. Теперь он ему дал кюрну. То есть, что это такое? Значит, до этого кюрна была получена Аароном и его сыновьями. А Элазар получил кюрну. А Аппенхас не получил. Его внуки, кстати, получили. А Аппенхас не получил, ему не было 30 лет на момент получения кюрны. То есть, он не мог приступить к службе. Вот. И таким образом он оказался без кюрны. А здесь, в качестве исключения, на тебе кюрну. И мы знаем, что потомки Пенхаса были первосвященниками во времена I и II храма. То есть, строго говоря, очень многие из сегодняшних носителей фамилии Коэн, Кагана, Каган, Каганович, Куно, Кац и так далее. Коэны, они потом кюрнули. Это интересно. Видишь, какой бывает иногда важный роль пропагандиста. Да-да? Нет. Сначала было действие, а потом уже пропаганда. Его целесообразность. То есть, это не просто болтовня языком по поводу действий других людей в обществе и государстве. Особенно за деньги. Даже если искренне, то всегда сомнения есть на этот счет. А здесь было личное действие и потом демонстрация его целесообразности. С моральной составляющей. Да, конечно. С учетом мнения личного Бога. Да. И при этом он игнорировал мнение большинства на тот момент евреев. Что интересно. То есть, задача пропагандиста как раз привлечь на сторону. А у него не было. Он не знал там ничего. Привлечь на сторону – это популист. Суть же пропаганды, наоборот, в том, чтобы… Какую-то точку зрения провести. Да. Провести, изменить окружающую реальность под эту точку зрения. Он сначала изменил реальность, а потом точку зрения. В этом смысле, мне он кажется человеком цельным. Вот именно в таком порядке. Вот. И потом. Он это сделал, когда ему Бог еще ничего не обещал, между прочим. На всякий случай. Он же не знал, чем кончится. Вот. То есть, он оказался один на один перед проблемой и ее решением. Вот. И когда он без всякого ала верды, без гарантии и прочего. Вот. Пошел и приколол их. Вот. То… Понятно. А там написано интересный глагол использован. ГОКА. ГОКА – это проколол, пронзил или убил прямым направленным ударом. То есть, не растек, не зарубил, не зарезал, а именно проткнул. Это ГОКА. ГОКА. В современном иврите это ДАКА. А ГОКА происходит от слова ЛИТКО. ТКНУТЬ. Кстати, по-русски, обрати внимание, по-русски. Ну, вот, есть же такой глагол «ткнуть», да? Например, «тка» на иврите – это «ткни». Отсюда штепсель, то, что втыкают, «тека». По-русски, что такое ткань? Её протыкают челноком. Ну, таким приспособлением, в которое вставлены нить. И вот она бегает туда-сюда, туда-сюда и таким образом наращивает ткань на основу. Так вот, отсюда ткацкий станок, ткань и ткать. Протыкать, тыкать, ткать, тыкать. Вот. Вот и есть такое соответствие. Так что ткань и ткань. Похоже совсем. Вот. И он их вот таким образом пронзил. И там даже использовано, вот что, там два раза использовано одно и то же понятие – войти вовнутрь. Вовнутрь шатра и вовнутрь, ну, в утробу написано по-русски, в утробу, да. Вовнутрь живота. Вот. То есть там было, ну, как бы, двойное, ну, двойное действие – вовнутрь шатра и вовнутрь тела. Так что очень-очень сцена такая сильная. Вот интересно, тот же речь не только про Бога, все очень личная история унижает лично его дядю. Ну да. Вот. И который, как бы, ну, как бы, ближайший друг, соратник, брат родной папы. Или деда уже. Деда, да? Деда. Да, деда уже. Он внука Арона. Да. Вот. Но это же тоже не могло не играть. Конечно. То есть он что видит? Его дед женат на медианитянке. Его папа происходит от дедушкиного тела. Ну, по женской линии там. Вот. И теперь опять же медианитянка, но уже с другой стороны. Теперь вопрос. Значит, послать этих проституток, ну, блудниц, если быть точным, в самом широком смысле. Потому что мы не знаем, мы там за деньги, не за деньги. Вот. Есть свои нюансы. Значит, послать блудниц для того, чтобы совратить евреев. Это было же, ну, совместным решением и руководством моавитян, и руководством медианитян. Почему месть предназначалась медианитянам, а моавитянам нет? Более того, про моавитян сказано, не войдет моавитянин в общество Бога. То есть нельзя делать ее никогда. А про моавитянок, про женщин, это не сказано. Это интересно. То есть к женщинам там вопросов не было. Они не подпадают. А против медианитян прямо сразу надо было начать войну. И кто ее возглавил? Пенхасов возглавил. А, то есть потом его военачальником послали, да? Да. Ну, военачальником, воинствующим священником. Да, да, да. Мне очень импонирует. Капелланом с пулеметом, проповедником с пулеметом. Да. Видел этот фильм? Нет. Потом ты мне расскажешь. Ну вот, слушай, как можно, вот можно ли разделить? Вот я представляю, как себя Пенхас чувствовал. И вот где обидно за Бога, где обидно за Маше? Как это, ну вот, можно ли внутри провести четкую грань, за кого он больше обиделся, за кого меньше, за кого вначале, за кого потом? Ты знаешь, там написано, вот в таре написано про Бога, что Бог сказал, он за меня возревновал моей редкостью. И, кстати, в тот момент, когда он их приколол, то прекратился мор. 24 тысячи к тому времени успели умереть. И тогда же было велено провести перепись населения. Кстати, четвертая была перепись. Вот. Но это перепись военная была, правильно? Ну да, да, конечно. Всех вступающих войск. То есть это не отдельное событие, когда описывается Пенхас, что он сделал и так далее, и потом идет перечисление. А это одно выстекает из другого, так? Да, да, конечно. Это связанные события, потому что сначала было это повальное белопоклонство с оргиями, потом убийство Зимри с Косби, с этой девушкой. Тогда мор прекратился, но к этому времени погибло 24 тысячи. И надо было провести перепись населения. И что интересно, перепись населения дала то же количество, что и первое. Вот это интересно. А к тому времени прошло 38 с половиной годиков с момента выхода евреев из Египта. То есть численность населения осталась точно такой. То есть ровно столько родилось, сколько умерло. Ну там разное соотношение. Какой-то род уменьшился, какой-то увеличился. Но общее количество евреев осталось прежним. Вот это интересно. Ну то есть такие вещи в ряде происходят случайно. Теперь. Пенхаз возглавляет эту экспедицию. Туда берут только самых-самых-самых. Вот. И они наводят порядок. Прямо слюнки у тебя текут, да? В общем, здесь есть несколько проблем сразу. Первая проблема – это проблема смешной брак. Сразу бросается в глаза. Проблема смешанных браков. Мне про нее легко рассуждать. Никого не обижают. Потому что это самый результат смешанного брака. Так что сразу все вопросы предвзятости и лично убираем. Значит, это действительно проблема. Потому что дети от смешанных браков, как правило, находятся перед выбором. Ну, перед выбором национальной самоидентификации. И этот выбор, в общем-то, не актуален, если народы близкородственные или ведут один образ жизни. Ну, понятно, да? То есть, я не знаю, в свое время Бисмарк с Кайзером сетовали, что Германию создали прусаки, а теперь, говорят, все равны в Германии. Ну, мы, конечно, создали Германию, мы, конечно, всем скажем, что все равны, но мы же знаем, что Пруссия и прусаки были ядром германской нации, создателями Второго Рейха. Понятно, да? Так что мне это очень напоминает разговоры, кто настоящий еврей. Я эти разговоры слышал в грузинском исполнении, в еврейском исполнении, в цыганском исполнении. В каком хотите. Кто настоящий еврей, кто настоящий цыган, кто настоящий грузин и так далее. То есть, ну, это ладно. Для нас, скажем, одни немцы и другие немцы – это немцы. Они себя, конечно, видят очень по-разному. Шлезвиг, Гольфштайн на границе с Данией и Бавария. Ну, мы, конечно, понимаем, политез, но мы-то знаем, что это очень разное. Ну, спросите, чем отличается, например, Белоруссия от русских. Привигия одна, история одна, язык близкородственный. Но я видел белорусов, я видел белорусов, почему очень немало. У меня много знакомых в Белоруссии. Белоруссия, белоруссия. Который говорит о Керре. На полном серьезе. То есть, это они говорили. Ну, вот так. Скажем, у меня были итальянцы знакомые, и генуэзский итальянец, и сицилийский итальянец. Ну, практически разные народы, с их точки зрения. Это да, у них до сих пор, потому что они себя мыслят городами. Даже на городах государства все появилось. Федеративного образования. Да. Помнишь, был фильм Тарковского, Андрей Рублев. И там сцена, где какой-то князь напал на город Владимир. И там сцена погромов. И там гонится за молодым художником Рублевым. И Рублевым кричит, молодой художник, за что ж ты меня убиваешь? Мы же свои, мы же русские. Он говорит, какой ты русский, сволочь Владимирская. Понимаешь, мне это очень напоминает. С евреями была та же история. Но когда смешанный брак между бескоровственными народами по религии, по происхождению, по образу жизни и так далее, то это еще туда-сюда. А вот когда разные, там проблемы. И союз Земли и Косби, это, ну, это и есть свешенный брак с другом. Вот. И это проблема. Значит, как эта проблема решается? Ну, либо она решается, как Бенхаза решила. Вот. Либо сегодня, когда эти методы невозможны. Ну, я бы даже сказал, слава Богу, невозможны. Вот. Потому что много было бы недоразумений на этой почве. Кровавых при том. То либо объяснять детям, пока они маленькие, насколько это проблематично. Либо потом, ну, уже называется теологическая хирургия. Да. Это уже дир. Когда этим детям надо как-то решать. Вот. И вероятность того, что либо они, либо их дети, внуки станут антисемитами, это вероятность очень велика. Потому что они не могут остаться равнодушными к проблеме. Чаще всего равнодушными не остаются. Они или туда, или сюда. А вот. И это большая проблема. У меня... Ладно, там... Мы еще хоть как-то договориться можем. А вот у меня знакомые были, у которых, скажем, мама Кишневская еврейка, а папа израильский арам. С родственниками на территориях, на всякий случай. Вот. И вот как ему? Ну, вот как ему, да? Когда... Ну вот... Народы, от которых он происходит, просто убивают друг друга. Большая проблема. Записываться в спецподразделение арабское. А, мистер Рим, эти скрытые, которые, ну, прикидываются арабами. Между прочим, очень немало таких ребят в этих подразделениях. Но... Они всегда под особым присмотром, потому что никогда не знаешь, где его привыкнет. Потому что, если он встретит своих родственников, как он среагирует? Он сам не знает. Поэтому, когда планируют такие мероприятия, вот, то на это сильно обращают внимание. Чтобы там... Чтобы было в том районе, где точно никого из своих нестей. Потому что он сам не знает, как он себя поведет. Или его знает, например. Ты смотрел Фауду? Нет, не смотрел. Просто интересно, как тебе обозошло. Ну, понятно, что это литературный как-то вымысел. Но, вроде говорят, что очень довольно реалистичный. Там, конечно, детали отличаются. Ну, надо будет посмотреть. Или его узнают, кстати. И тогда тоже мало не кажется. Ну, в общем, такие вещи. Так что, действие этого земли, оно эхом отозвалось в еврейской истории. Потому что, ну, есть много еврейских организаций, которые к этому делу относятся или очень лояльно, или даже приветствуют. Большая проблема. То есть, большинство евреев ушли из народа не в результате войны погрома или эпидемии, а в результате ассимиляции. И ассимиляция, как правило, расцветает во втором, особенно в третьем поколении. И что тогда? Ладно, если он ассимилирован, ну, хотя бы там, родители с обеих сторон дышат в одну сторону. Ну, это еще полбеды. А если он ассимилирован так, что, ну, родители одни в одну сторону, другие в другую. Что тогда? Ему приходится выбирать. И этот выбор, он чреват. Ну, представляешь, да, если, например, в Молдавии человек происходит от турок. Да? Ну, просто представить себе, да. Ну, то есть, там много людей происходит от турок, но большинство об этом не помнят или не знают. А есть те, которые помнят и знают. Между прочим, когда были антитурецкие все движения, то они были во главе этих движений. Самой активной частью были. Из тех же соображений. Так что, ну, просто оглянувшись в округе, посмотрев на собственную историю, мало не кажется. Так что событий нет нереально. Подозрительно говорящее имя у Козби, вот, словно это ее не настоящее имя, а так ее прозвали. Трудно сказать. Потому что, ну, скажем, Козби может быть переведена... Кстати, у нее есть несколько вариантов имени. Несколько вариантов имени. Шелани, там еще какие-то, я уже не помню сейчас. У нее несколько вариантов переведено имени. Но может быть переведена, как моя звезда, а может быть, как моя ложь. И так, и так. Ну, судя по тому, что она дочь князя, так вряд ли бы ее назвали «моя вранье». Скорее назвали «моя звезда». По тексту это возможно, но можно же перевести, например, написано по-русски имя убитой медианитянки Козби, а можно перевести, как бы, что главное качество убитой медианитянки было то, что она была разводила. Может быть. Может быть. Может быть. Мы не знаем, да. Скажем, в тексте Торы нигде не упомянуто собственное имя фараона. А он назван по титулу Паро. Паро – это фараон. Или, скажем, Авимеллах. Авимеллах один, Авимеллах другой, Авимеллах во время Авраама, Авимеллах во время Ицхака. Авимеллах. А вот. Что за Авимеллах? Слушай, это тоже такой нациоцентризм и такое высокомерие, казалось бы. Такая большая роль человека во всей истории. И даже не удосужились его по имени назвать. Да. А это титул. Так же, как Паро. Или Малкицедок. То же самое. Это его титул. Даже Козби по имени назван. И папа ее назван по имени. А фараон не назван по имени. А фараон не назван. Такое огромное высокомерие еврейских. Ну, чудовищный нациоцентризм. Особенно, если учесть, что центр мира принимается как центр ответственности. Мало не нравится. Большое еврейское высокомерие у Бога. Так что упоминаются только имена тех людей, которые личностно значимы в еврейской традиции, не по функции, не по статусу, а именно личностью своей. И поэтому фараон, его значимость, это значимость функции. То есть это значит, что его действия совпадают до деталей в схеме действий руководителей египетского государства. То есть кто бы на его троне не сидел, он бы вел себя точно так же. Поэтому его личность не имеет значения. А только его дела. Вот так. Большое перечисление у нас идет где, кого, сколько. Есть ли тут какие-то вещи, на которые стоит обратить внимание? Значит, одни рода увеличились, другие уменьшились. Вот что интересно. И увеличение и уменьшение в те времена было однозначным указанием на соответствие задачам Бога. Ну, например, какие? Ну, род Дан уменьшился. Род Шимон уменьшился. Род Иуда увеличился. Вот такие вещи. Но в результате общая численность осталась прежней. Вот это интересно. Это не случайно. То есть, более того, скажем, в еврейской традиции есть, ну, возвращаясь к предыдущей своей репуте, есть устойчивый такой обычай, стойкий такой обычай, когда имена определенных людей не произносятся. Почему? Считается, что произнесение имени укрепляет душу человека или его задачу. Его человека уже нет, но его задача выражена, и упоминание его имени укрепляет задачу его жизни. Продолжает. Поэтому одних упоминают и по прозвищу, и по имени. Ну, как Мошарабен. Его же им звали Тов. Батья, дочь фараона, назвала его Моша, и в результате его называют Тарас и Моша Моша. Но имя Тов никуда не делается. Дальше. Скажем. Ну, с Давидом то же самое. Давид или Ханан. Пожалуйста. Итро. 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 Скажем. Хамад или Хамуд. Не помню. Да. Вот. В результате очень много путаницы на этой почве. Да. Что, скажем. Вот Итро. 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 А вот Хамада совсем другой человек. Да. И на этом основании, скажем, делаются выводы об участии того или иного человека. О подтасовках в Тарее и прочее. На самом деле это просто разные имена. Ну, как. Смотри. Представляешь, если бы было забыто. Ну, забыто или до некоторой неопределенности стерта граница между, например, Ульяновым и Лениным. Между Бронштейном и Троцким. Между Джугашвили и Сталином. Между Шекельгрубером и Гитлером. Да. То есть, получается, что Карл Маркс и Фильбик Энгельс – это не муж и жена, а вообще четыре разных человека. А Слава КПСС вообще не человек. Ну, вот на этом основании большая путинница. И делаются категоричные выводы и так далее. Хотя достаточно просто посмотреть в первоисточник. Ну, вот так, так что здесь то же самое, скажем, если кому интересно, там, например, в Талмуде нигде не упоминается, ну, почти нигде, в одном только месяце. Вот, насколько я помню, и то еще непонятно, это позднейшая вставка или сразу было. Вот. Скажем, Иисус из Нацерета. А он называется Отоиш. Тот человек. Из этих же соображений. То есть, я сейчас этот пример привожу без оценочной, вне оценочной категории, вне каких-то определений, просто как пример. Да, вот его не называют по имени. Из этих соображений. Ото, это же больше тот же, такой же. Тот, тот человек. А, это на Арамисе. На Арамисском, да. Отоиш. И все. То есть, на мой взгляд, вполне можно было бы назвать по имени, и я никакой проблемы тут не вижу. Но, поскольку они мыслили исторически мистично, то есть, они мистику воспринимали как абсолютную реальность. То есть, там вообще не было границы между именами, событиями, персоналями и так далее. То в расчете на историческую перспективу они использовали то или иное имя. Так же, как, например, Шлому. Он везде назван Шлому, Шлому, а так и у него еще есть имя Егидия, друг Бога. Хотя, это он себя так назвал. Его называли. На самом деле, другом Бога, Бог назвал его пап. А он попытался, то ли он, то ли его ближайшее окружение, пытались его примазать к этому делу. Но имя есть. Таких случаев очень много. Скажем, Юсеф, Цафнав, Панеа. А, собственно, имя Пенхас египетское. Мы говорим, нет, евреи вышли с Египта в заслугу четырех действий. Там не вступали в смешанные браки, хотя были. А вот, там, кто говорит насильственные, кто говорит добровольные. Не носили египетскую одежду, ну, допустим. Не говорили на египетском. Это вообще мне не представляется реальным. А на каком языке? Ну, Шарабейну говорил первые сорок лет во дворце фараона. Что они, древнееврейские пошли учить, чтобы поговорить с этим младенцем? Пока он вырастет, да. А вот. Значит, естественно, он говорил. Ну, и потом. Они рабы. Что, египтянин, надсмотрящий, будет учить язык рабов? Где это видно? Вон, англичанин, придавили кельтов. Сколько кельтских слов в английском языке? Ну, может, девять, может, двадцать. Не-не-не. Основа. Самые старые слова, самые простые, базовые древние слова кельтского происхождения. Да, но все остальное – это романские и скандинавские корни. Есть английский язык, это смесь германского с германских и романских корней. Ну, тот мне говорил, что в соотношении 70-30%. Вот. Ну, понятно, есть там кельтские. Вот. Ну, а где кельтский язык? Сейчас уже изучают школу. По-моему, в двух школах в Шотландии, если я не ошибаюсь. В Шотландии, в Ирландии вообще очень сильно изучают. В Эльсе уже преподают войские языки. Да, ну, молодцы. Вот. Но сравнить распространенность кельтских языков и английского не получается. Конечно. Значит, такие тогда, что евреи не говорили по-египетски, а что египтяне в качестве рабовладельцев изучали язык своих рабов. Понятно, да? Вот. И туда же включен пункт о том, что евреи не принимали эгипетские имена. Сейчас. А Пенхас откуда имя? Ну, вот мы знаем название города. Тах-Панхес. Тах-Пенхас. Цаф-Наф-Пан-Э-Ах. Пан-Э-Ах и Пенхас. Там интересно, да? И Пенхас абсолютно египетское имя. Никакого еврейского содержания в его имени нет. У Моше тоже. У Моше египетское имя. Ну, понятно. Жили и заимствовали имя. Ну, есть определенный еврейский выпендреж в этих предположениях. Ну, вполне себе простительный, на мой взгляд. Потому что большинство имен действительно остались еврейскими. Но сказать, что совершенно не было, мы не можем. Так что имя у него египетское. Ну, это нормально. И с тех пор, что мы видим у евреев, двойные и тройные имена, как с добрым утром. Гирш, цви. Гирш на немецком. Олень, цви на иврите. Там, доф, бер. То же самое. Доф на иврите, бер на немецком. Это полно, на самом деле. Арии Лейб. То же самое. Лев на иврите и дальше на немецком. Сколько угодно. То есть, это обычная история. Вот так. Дочери сделала Фехада. Слов Хада. Как ты говоришь? Слов Хада. Слов Хада. Слов Хада. Сади первое. Слов Хада. А, точно да. Слов Хад. Почему она заявила Фехад везде? Да, там. Четыре дочери. Значит, у него одно имя. Что про имя скажешь? Не знаю. Надо будет посмотреть. Никогда не интересовался. Надо будет посмотреть. Вот. У него мальчиков не было. И вот его дочери пришли к Маширобейну. И говорят, вот так и так. Наследство нам, пожалуйста. Мальчиков-то у него не было. Он умер за свой грех. А вот. Ну, там есть разные версии по поводу содержания его греха. Но не в этом суть. Вот. И для Маширобейну это было делом непонятным. Ну, поскольку он пророк. Он воспользовался. Естественно. И Бог ему сказал, правильно говорят дочери Халхада. Они правы. Им положено. И по этому поводу целая Аллаха. А если нету этих? Если нету тех, кто наследует вот эти, в конце концов, дочери. Значит, что мы видим? Что здесь странная история. В этой главе. Значит, все законы были даны или у горы Синай непосредственно. Или в течение этих 38 лет, которые прошли от горы Синай до момента, когда надо входить в Хана. Ну, это буквально там за месяц и до. Там, по-моему, полтора месяца оставалось, если я не ошибаюсь. Или два. Я сейчас не вспомню. Ну, совсем мало времени. И... И тут появляется, значит, вопрос. И такое впечатление, что Бог спохватывается. А! Вот. Вопросы. Надо что-то с ним делать. Надо какое-то решение принимать. А лохи не было до этого. Что ж получается, что он не дал лоху? Это женщины спохватились? Не Бог? Бог пока не спросили, ничего не сказал. Не было. Женщины, понятно. Да? Когда дошло до ситуации, они спохватились. Ну, там бы и мужчина спохватился. Все правильно. Вот. Значит, но аллахи не было. Как решать вопрос? Значит, и что мы видим, что если бы мы считали, что весь канон, то есть вся законодательная часть в виде канона была сформулирована тогда, там, перед тем человеком, для тех людей, ну, в присутствии навсегда. Все. Значит, мы бы не поняли содержание этой главы. Оказывается, что аллаха, религиозные законы, это процесс творческий. И он оказался творческим и для Бога, и для его пророка, и для тех, на кого аллаха могла бы быть или должна была быть на правде. То есть, таким образом, мы видим, что отношение к аллахе, ну, оно шире наших представлений о законотворчестве религиозном. Насколько шире, что если сегодня определенные там евреи, считающие себя, ну, как обычно, самыми распересанными в смысле благочестия, одеваются в августовскую жару в Иерусалиме так же, как одевался и Хребе 300 лет тому назад осенью в Польше, то мы видим стагнацию определенную. А тут целый вопрос имущественный, и Бог говорит, ну да, так, так и так. Это что значит? Получается, что Бог создал эту ситуацию, чтобы продемонстрировать живость и постоянную живость еврейского закона. То есть, это не нечто застывшее в веках, а то, что поддается комментарию, осмыслению, установлению, обращению с ним. Вот что. Еще это такой первый пример эмансипации. Да. Слушай, а с Киуной Пенхасом то же самое? Он же не был Коэном, а вот сейчас ему дал Бог Киуну. А Киуна – это очень серьезная вещь. Это не просто закон, а это статус, который определяет образ жизни в поколении. Особенно тогда. Ну, переносной храм, потом постоянный храм, потом общество, ну, оно было теократичным. Значит, это и статус, и образ жизни, и там правообязанности, и много чего, да? Вот. Самый высокий. И тут ему Бог дает Киуну. То есть, в этой главе мы видим, ну, вот такие очень живые движения. Можно какие-то принципы вывести, по которым вот эта эмансипация здесь состоялась? То есть, было принято нестандартное решение, но вот не видится, во-первых, необходимость и справедливость. Значит, я думаю, что, смотри, для самого Мушарабейна ситуация была неоднозначна. У него не было ответа на вопрос. То есть, ну да, общество в целом маскулинное, это понятно. Но до какой степени? И оказывается, что оно, что маскулинность этого общества была ограничена сверху. И, на мой взгляд, восходит эта ситуация прямо вот к первой главе. Там очень много интересного. Если это в первую главу, даже первые две главы, там, три, изучать, ну, вот прям под лупой каждое слово, вывести его много, можно очень много соответствий глубоких. Так вот, там написано так. И создал Бог человека, мужчину и женщину создал. Если буквально Захар вы накива. Захар самец, накива самка. Ну, речь идет о человеке. То есть, речь идет о биологичности человека, о его материальном аспекте. В том числе. И, кстати, и социальном. Так вот, у Рава Соловейчика, по-моему, если я не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, у Рава Соловейчика есть работа, которая называется «Одинокий верующий человек». И есть работа, которая называется «Два Адама». И он исследует вот это соотношение. Так вот, если вернуться к этому примеру, что создал Бог человека, мужчину и женщину создал их. Вот, даже если имеется в виду материальный аспект, социальный аспект и так далее, то мужчина, который никогда не вступал в интимную связь с женщиной, не по обстоятельствам, а по свободному выбору отказывался. Имея такую возможность и принципиально отказывается, он не считается человеком. Так же, как и женщина, которая, имея возможность вступить в связь с мужчиной, естественно, законную, мы говорим об личных людях и так далее, имея такую возможность со всех сторон, но сознательно отказываясь, имея свободный выбор, то она тоже недочеловек. То есть, в еврейской философии есть понятие недочеловек, но это понятие носит не этнический, биологический, расовый характер, а носит характер, скорее, матримониальный, то есть по отношению к семейным ценностям. Вот так вот. И поэтому, скажем, у ашкеназов, у ашкеназских евреев принято надевать талит, закутываться в талит, молитвенное покрывало, только после свадьбы, как знак того, что теперь он человек. А до этого он недочеловек, но оно не носит, пока молодое, оно не носит характер осуждения, а просто как определение. И тогда, как выглядит поиск жениха в ашкеназской синагогии? Поскольку женская часть, ну, из Ратнашим, как правило, сверху, они смотрят, а этот талит, а этот талит, а этот талит, а возраст? Ну, все. Уже есть о чем позаботиться. Значит, выясняется просто. У Сефарда в этом смысле иначе. Там 13 лет и уже талит. И таким образом талит не указывает на его семейный статус. Поэтому в этом смысле сложнее. Так вот, мы говорим о том, что создал Бог человека, мужчину и женщину создал их. Это значит, что мужчина нуждается в женщине, и женщина нуждается в мужчине. И они в этом смысле равны. Равны в отношении имущества, равны в отношениях друг с другом и так далее. То есть, если и предполагается какое-то неравенство, то это неравенство за счет мужчины. Потому что в брачном контракте нет, в стандартном я имею в виду, нет ни одного упоминания об обязанности женщины. Сплошные обязанности мужчины. На тот случай, на этот случай. Такие-то выплаты, такие-то обязанности. В общем-то, много чего. Но только обязанности мужчины по отношению к женщине. А у женщины никаких обязанностей. Так что, по отношению к мужчине, в КТУБе не записано, во всяком случае, в брачном контракте. Так вот, здесь речь идет о том, что поскольку мужчины и женщины одинаково люди, то и имущественные права предполагаются достаточно большая степень равноправия. То есть, если сравнить с викторианской Англией, то вообще интересно. Там женщина не имела права распоряжаться собственным наследством. Это так странно звучит сегодня, что и мужчина, и женщина одинаково люди. Казалось бы, абсолютно правильная, логичная вещь сказана. Но для феминистских ушей звучит все равно оскорбительно. Даже трудно определить, в чем оскорбление. То ли в том, что женщина это более совершенное, ну, как бы больше прав должно иметься. Ну, как-то настолько странно сегодня это все. Ну, смотри, ты помнишь «Белое солнце пустыни»? Что там на транспаранте было написано? Женщина, она тоже человек. А отряд имени этого... Я уже не помню этого. Я потом вспомню. Августа Бебеля. Отряд имени Августа Бебеля. Почему Август Бебель в этой пустыне? В Каспии. Август Бебель был одним из сторонников раннего феминистского движения. Ну, вот, на всякий случай, да. Такая ирония в фильме. Так вот, во многих языках мужчина, человек и муж – это одно слово. Или слова, близкие по основе, по корневой основе и так далее. Ну, скажем, не человек на украинском. Это мой муж. А в русском языке муж и мужчина – одно слово. А человек мужского рода, а не женского. Ну, так же, как там «мен» – это человек, мужчина. А женщина – она не «мен», она «ум». И то же самое во всех романских языках. Знаешь, этимологически «woman» – это происходит от «wife-man». Человек-жена. Да, но надо уточнить. Человек, но жена. То есть, человек и мужчина – это одно, муж, а женщина – она тоже человек, в лучшем случае. Понимаешь, да? Надо сказать, что в английском, ну, может, все-таки другое слово. И слово, знаешь, как муж в английском, да? А то же самое слово используется, как виноградарь. Но человек какого рода? Мужского или женского? А нет, у родов сейчас не близко. А когда был? Ой, это очень давно было, надо проверить. Но интересно, я проверил. Уже тысячу лет. Не «мен» – это человек и мужчина. Проверим. Так что, это понятно. А вот женщина – это тоже человек, в лучшем случае. Значит, в VII веке был Вселенский собор. Ну, тогда еще не было разделения на католицизм и православие. Тогда они еще боролись с другими ересями. И решался очень серьезный вопрос. Считать ли женщину человеком? Потому что, в кого Бог вдохнул душу? В мужчину? В Адама, правильно? А женщину произвел из него. Так вот, не факт, что женщина – человек. Вот еще они там, это боговдохновенный собор, составляли друг друга на забор, это как обычно. И пришли в результате к выводу, что женщина – она тоже человек. Потому что выход в практику был вполне себе такой конкретный. Вот убийство женщины – это преступление, да, в нее вложены деньги. А девочки? В нее вложены гораздо меньшие деньги. Может, неприлично, как птичка из рогатки, но там заплатил штраф и ладно. В общем, к чести собравшихся тогда надо признать, что они сочли женщину человеком. И, в общем, принято было так – женщина – она тоже человек. Но вот все-таки можно какие-то принципы вывести из этой истории с дочерьми? Потому что даже вот то, как Бог ответил Маше, он по-русски сказано, что правду говорят дочери, а на иврите Кен просто стоит. Кен – это что, он согласился, да? Так, да. Кен – то есть, ну, он не сказал, что это справедливо, или он не сказал, что это добро, он сказал, что говорят дело, или как? Кен – да, да, он подтвердил их позицию, он подтвердил их позицию и уточнил ее в имущественном плане. То есть, более того, это прецедент. Это значит, что нельзя притеснять женщину в имущественных вопросах, как минимум, да, только потому что, ну, она не мужчина. Вот, а то, что феминистки сегодня поднимают бровь возмущенно, ну, так слушай. Другие сказали, что черный – это красивый. Слушай, а хочешь сейчас входим в очень непротивную систему религиозную? Ну. Ну, значит, понятное дело в иудаизме, в еврейском обществе, там, община Израиля, все дела. Вот, но, значит, первый шаг – это гражданские браки, имущественные права в гражданском браке. Мы это считаем равноценным браком, правильно? Да. Дальше, следующий шаг, современные, актуальные – голубые браки. Понятно, что мы не признаем, как бы, ну, что вам не нравится. Да, но одно дело возражать против их отношений интимных, другое дело – то, что люди имеют право на имущественный союз. Если они объединили свое имущество, то нас не интересует, что они вытворяют друг другом в постели, а нас интересует имущественная сторона вопроса. Если они объединили свое имущество, то мы говорим не об их отношениях, а об их имуществе. И в таком случае, да, они имеют право на имущество друг друга, если они его объединили. А с другой стороны, да, вот просто смотри, если, знаешь, если иметь дело с реальностью, не с абстрактной религиозной фикцией, а с реальностью, вот есть государство Израиль, сегодня какое-то количество этих людей там есть. И вот имущественные права. Ну, наверное, браком это назвать неправильно, потому что мы начинаем это браком. Но тогда как? То есть мы можем назвать это партнерством? Ну, смотри, скажем, двое друзей, совсем не обязательно, что они, не дай бог, извращенцы, да, они могут быть вполне нормальными, практикующими гетеросексуалами, без всяких там намеков на... Воевые товарищи там с первого класса вместе, вместе воевали. Да, 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 и все, да, и в армию пошли вместе, и так далее, ну, дружат, бывает, нормально, вот, и они ведут, что, ну, у них общая касса, один идет в магазин, берет из этих денег, другой идет в магазин из этих денег, все, что они зарабатывают, они из этого оплачивают, там, коммунальные, общую машину и так далее, за этим никаких, не стоит, не дай бог, гомосексуальных там, отношений, вот, совсем нет, да. То есть, и если они объединили свое имущество, они ведут общее хозяйство, вот, то оценивают их права на это имущество в случае, там, скажем, что-то с одним из них случается. Нормально. Ну, а если, скажем, это кибуц, там много разных людей, то какая разница, какого они пола, у них общая хозяйство. То есть, вот, в таких случаях иудаизм может заниматься, ну, то есть, как бы, хорошо, скажем, как же это правильно выговорить, в светском еврейском государстве мы можем говорить с точки зрения Торы об имущественных правах людей, которые отношения мы не одобряем, но они имеют имущественные права. Да, да. Классно. Вот это, мне кажется, очень красиво и актуально. Мы категорически осуждали. Самым однозначным образом. Да, видишь, в чем дело? Даже в Риме при поголовном гомосексуализме это не называлось браком. Браком называлось отношение мужчины и женщины, а это называлось там, я не знаю, как называлось. Я не знаю, это и дела, да, но идея такая, что мы рассматриваем имущественный аспект их отношений, а не какой-либо другой. Вот это хороший момент в полемике, да, если говорить на какие-то темы такие, ну, там где-то во внешнем пространстве, да, то нас могут обвинять гомофобия. А мы говорим, ребят, мы как бы за права человеку, или есть имущественные права, мы это признаем. Другое дело, что мы против определенного вида извращения. Ну, смотри, написано в Торе, это же не я написал, это не автор Тора, это лично Господь Бог. Причем давно и при свидетелях, что называется. Он выразил свое отношение к этому вопросу. Это аргумент для религиозного человека, богоориентированного, а для как бы нерелигиозного человека очень сильный аргумент будет, что, ну, как бы мы против этого вида сексуальных связей, но нашу позицию нельзя назвать гомофобной, потому что при этом мы признаем и защищаем права этих людей на имущество совместно, на там медицинское обслуживание и так далее. Ну, с медицинском обслуживание тоже сложно, ладно. Не будем делаться в титул нервные подробности, а имущественные, да. Хорошо, ну вот мне показалось интересно, чтобы Бог просто Кен сказал. Кен они сказали, они сказали Кен. Кен это так, вот буквально. То есть он максимально коротко признал, что претензия по делу. Ну вот, дальше у нас интересно, как называется гора правильно, что она значит, на которую? Аварим. Да, это как проходящие, проходимость. Аварим это переходы. Ну, еще можно как качество перевести во множественном числе. Тогда получится, как это, бренность? Приходящие, да. Приходящие. Значит, там есть два объяснения. Первое объяснение, что они были расположены напротив двух переходов через Иордан. Поэтому они назывались. Другие говорят, что они назывались переходами, потому что они отделяли одну часть страны от другой части страны. И для того, чтобы вы покупаете из одной в другую, надо было перейти эти горы. Это второй уровень. Еще уровень, что евреи, это перешедший. Вот что, перешедший. Он мог перейти, как Авраам, с одного берега Ефрата на другой берег Ефрата. Он забережный, другой, чужой, перешедший. Скажем, если он переходит нормы закона или обычаев, то он называется преступник. То есть аборьян. Между прочим, логика, этимологическая логика точно такая же. Ну, понятно, да. По-русски приступить и тот, кто приступает, переходит. Тот, кто приступает, он преступник. От слова ля авор перейти, аварьян Переходящий, да. То есть переходящие моральные нормы, законы и так далее. А иври, это перешедший, чужой. Ну, в случае с Авраамом, забережный. А вот эти горы назывались аварим. Переходы. То есть нужно было перейти эти горы, чтобы попасть в Израиль. И вот Аарон. То есть это не одна кора. Это в Википедии горши. Это гряда. Или несколько горы, или горная гряда. Действительно, там есть невысокая, но такая резкая горная гряда. И получается, что Моншер Абейну был захоронен лично Богом на горе Нево. На одной из гор Аварим. То есть на моменте перехода от одного к другому. Можно это понять как граница перехода из одного мира в другой? То есть, как сейчас вы сказали, порталы. Порталы. Но до этого есть еще один момент. Мне кажется, что он заслуживает внимания. Это вот что. Когда Бог сказал Монше Рабейну, что надо отрядить войско на войну с Медьяном, а после этого ты умрешь, то логично Иври беспредельщик. Нет, аварьян это преступник, тот, который приступает. В этом смысле, да, приступающий предел. А Иври это либо последователь пророка Эвера, пророка и мудреца Эвера, и его ученики назывались Иврим, и Авраам был одним из его учеников, это один вариант объяснения, другое, что он перешел с одного берега на другое. Берег это Эвер, берег сторона. Так вот, возвращаясь немножко, что когда Монше Рабейну получил приказ, получил сообщение о том, что он умрет, но до этого он должен отрядить войско для войны с Медьяном, то что бы сделал человек, который хочет жить? На его месте. Он бы не стал так сильно торопиться. А про Монше Рабейну что мы читаем? Что он тут же приступил к организации войска, мгновенно, и торопился, и прямо старался, и так далее. Сейчас я штуру опущу. Сейчас, останови на минуточку. Значит, комментарий есть. Слышал интересную трактовку, типа, Иври, беспредельщик в хорошем смысле, тот, кто всегда готов перейти предел, не сидит в своей клетке, всегда спрашивает, интересуется, и так далее. Ну, начнем с того, что беспредельщик, как определение, это определение все-таки негативное. Поэтому негативному определению придавать положительный, позитивный смысл, ну, как-то оно с натяжкой. А то, что Иври – это перешедший, да, здесь интересно, потому что тот, кто переходит, оставляет зону комфорта, идет туда, где гарантии, в общем, или отсутствуют, или ослаблены, вот, это человек с высокой поисковой активностью. Это одна из фундаментальных характеристик личности. Она этически нейтральна, потому что непонятно, для чего человек идет, почему человек идет, с чем он проходит и так далее. Там много вопросов, но они могут быть как в одну сторону, так и в другую. Но сама идея, что тот, кто переходит, обладает относительно своих современников более высокой степенью поисковой активности, это да, это одна из фундаментальных характеристик личности. И мы встречаем именно вот эту черту в готовности евреев переходить с места на место. Ну, то в Египет пошли, то с Египта пришли, потом ехали туда, ехали сюда, организовывали торговые факторы, участвовали во всем. При этом не смешиваются, при этом остаются с вами собой. Ну, кто смешивался, кто не смешивался. На самом деле было и то, и это. Но, тем не менее, высокая поисковая активность приводила к тому, что евреи оказались среди наиболее активных зачинщиков, участников, организаторов, основателей разного рода социальных движений, научных, культурологических и так далее. Ну, я не буду тыкать пальцами в социальные движения Европы, это понятно, да, там много на это что-то сказано. Так что начать не кончить. От активности в области защиты голубых китов, в хорошем смысле голубых китов, так и да, до еди-зна-и-чего, до безобразия ту же самую. Везде активно представлены. Более того, посчитали, что в среднем община, еврейская община проводила на каком-то месте в Европе в среднем сто лет. Ну, конечно, были общины, которые там и две тысячи лет на одном месте, как римская еврейская община, вот, даже больше, вот, они оказались, например, там, единственным этносом, который сохранился со времен республики, не то, что империи, я имею в виду римской. Но в целом меньше ста лет на одном месте проводили, а так переходили с места на место. Создавали там чуть ли не большинство в каком-то местечке, потом уходили в другое, там по разным причинам. Так что высокая поисковая активность это одна из характеристик еврейской личности. Причем, что интересно, что это не предполагает никаких биологических оснований. То есть те, кто присоединяются к евреям через Гию, вот, они настолько плотно ассоциируют себя с евреями, что культурологически уже во втором-третьем поколении они практически ничем не отличаются от основной массы еврейского населения. И на них распространяются все те же феномены. То есть это не биологическая особенность, а скорее культурологическая. Вот так. Сергей, ты хотел что-то спросить, сказать? Вот как раз добрый вечер всем. Как раз Рэбе частично часть моего вопроса уже сразу ответил. что люди, которые принимают Гиюр, они тоже переходят иногда из своей религии, иногда из народа в другой народ. Это тоже есть подтверждение того перехода. Да, это свидетельство наличия того же феномена. Да. У меня есть такая поговорка. Есть шутка, что в любой непонятной ситуации иди по спи. А я придумал для себя, чтобы в любой непонятной ситуации эволюционировать. А я придумал понятие неврозно-вязчивых решений. Поясни. Ну, что неврозно-вязчивых движений мы знаем, что это такое. А это неврозно-вязчивых решений. То есть человеку постоянно надо что-то решать и решения однотипные. И они это решение ради решения, ну, то есть ради того, чтобы им заниматься, а не ради того, чтобы получить результат. Ну, вот, слушай, когда он поднимался, значит, Бог сказал посмотри на землю. Причем самый простой глагол. Лерот. Дарве. Вот. Но он же не просто посмотрел. Мне вот интересно, сколько времени, может быть, у него заливает. Учитывая, что человеку 120 лет, прожил всю жизнь, всю последние 40 лет вот ради всего, что вот это самое. и уже есть понимание, что все предыдущие 80 лет тоже ради того же самого. Ну, да. На минуточку 120 всего кругом. Да. Вот. Но сказано, что его глаза не потускнели, его физическая сила не ослабла, и он был, ну, в общем, в хорошей форме. Физический, интеллектуальный, эмоциональный. Так вот, сказано, что он оглядел всю землю. Есть несколько объяснений. Первое, простое физическое пшат, простой смысл. Он оглядел ее, посмотрел и увидел. Второе, он увидел ее потенциал для евреев, разных родов, отдельных людей, всего народа в целом, оценил слабые, сильные места и так далее с точки зрения исторической. Другое, есть еще объяснение, что с точки зрения этической, кому что подходит. Да, то есть, в каких отношениях будут, скажем, жители приморской полосы с жителями, ну, там, дальше лежащих районов от моря, например. Как правило, это всегда отдельный вопрос, в каких они отношениях, потому что, ну, с учетом разницы в образе жизни, мы знаем разные примеры разных отношений. Это все не так просто. Значит, и условно, схематически, четвертый уровень это духовный потенциал страны, насколько и каким образом он соответствует духовным задачам еврейского народа. Для того, чтобы выполнить ту цель, которая поставлена Богом. Достичь той цели, которая поставлена Богом. Вот что. И это уже, ну, видение глубоких, тонких, неочевидных связей. Понимание. И это понимание, оно предполагает некую меру участия. Вот. Потому что пастух называется Роэ, смотрящий. Кстати. Вот. То есть, это еще и забота. Поэтому. В русском тоже пасти сленг. Пасти это смотреть. Ну, в сленге, да, да. Следить, да. Пасти это следить. Вот. Но это следить с пользой для себя, а там с пользой для тех, о ком заботится. То есть, есть еще и такое. Да, то есть, например, слушай, пасти это корень слова спасения, спасать. Все пасти. Пасти хранить, спасение сохранять. Да, да, да. Ну, может быть так, да, потому что я на самом деле не, не уверен. у меня нет знаний этимологии вот именно этого момента, потому что там можно найти слово пасть, ну, в смысле рот, и тогда пастбище это то, где, то, что едят и так далее, да, пасть имеется в виду животность. Я не знаю этимологию, я не хочу ее строить просто на основании созвучий, ну, чтобы не не впасть в ошибку известного человека. А вот. так что здесь я не буду ничего наверняка утверждать, если я не академически подходил к вопросу. Значит, ну, вот про Машар-Бейну известно, что он просил, чтобы Бог его впустил в Израиль. Сказано 516 раз просил. Я не знаю, сколько. Я слышал вот это число, я его ну, и представил, представляю, да, ну, вот, ретранслирую, можно сказать, но я не знаю, сколько. Вот я слышал, так, значит, теперь, почему не пустил? Есть объяснение, что вы недостаточно проявили мою святость, ну, когда там ударил по скале вместо того, чтобы сказать не было воды и уже в конце и тогда Бог говорит Муша-Рабейну пойди и скажи, собери народ и скажи скале, чтобы она дала воду. Вот. Муша-Рабейну собрал народ, а Рон Акоин стоял рядом с ним, вот, и он вместо того, чтобы сказать скале, он ударил ее палкой два раз. Первый раз было недостаточно. И полилась вода. Задача этой ситуации, задача ситуации была в чем? Чтобы показать евреям, что даже скала слушается слово. Потому что евреи тогда начали роптать. Ну, обычная история. Ворчать, выражать всякое недовольство. И надо было показать евреям, что даже скала слушается слово. А он ее ударил. И таким образом, ну, она дала воду, но святость явлена, строго говоря, в полном объеме не было. Чудо произошло, но святость не в том объеме. Почему это важно? Потому что выросло новое поколение тех, которые вышли из Египта. И когда не было воды, первый раз такая ситуация, и Мушарабейн ударил посохом в скалу, и пошла вода, это было убедительно для недавних рабов. Они его видели как одного из рабовладельцев. Таким он, в общем, и являлся коллективным рабовладельцем в качестве вельможи во дворце фараона. И они его лицо видели как лицо злодея. Написано любили больше, свою душу. У меня эти папилочки не очень, сколько раз хотели убить? Четыре раза. Вы знали. Видимо от большой любви. Так вот, они видели его лицо как лицо злодея. Это понятно. И поэтому они как рабы взяли, тут же взяли, что называется, подкозырек и выполнили. Для них это было нормально. Отношение рабов к логике. Кстати, Полонский очень подробно изучает эту ситуацию, и первую, и вторую, и очень разрезисто. На самом деле, действительно интересно. Убедительно. можно соглашаться, можно не соглашаться, но читается вообще на одном дыхании. Мне очень нравится. И второй раз, когда была ситуация с водой, надо было сказать, они уже не бывшие рабы. Уже тех, кто тогда, кому тогда было больше 20 лет на момент выхода с Египта, их уже почти не осталось. Сколько там было еще? тысяч пятнадцать, не больше. Вот. И то вляги. Остальные не рабы. У них рудименты определенной там арабского сознания. Какие-то лакуны остались в сознании, но в целом нет. И с ними надо было иначе общаться. Не как рабовладелец с рабами, даже бывшими недавно, а как руководитель свободного народа. Вот что. И это был бы не просто провокация, это был бы призыв к тому, чтобы вывести отношения на более высокий уровень. И между собой, и с Шарабейну, и с Богом, и соответственно с их детьми. То есть это был бы очень красивый пример. Но он тогда недостаточно явился в гнев, а Арон, его брат, его не остановил. Какая проблема была? Поэтому говорится, что даже мудрый в гневе теряет свою мудрость. То есть вот это Бог ему вспомнил. Кто-то считает, не смотря на написанное второе явно. Кто-то считает, что там сыграл еще один момент, когда он сбежал с Египта, то он ввязался в очередную драку. Естественно, настоящий мужчина, который может миновать. До этого у него было две драки в стычке в Египте. А первый раз, когда насмотрящий, то есть египтянин, убил еврея, он этого египтянина убил и закопал. На следующий день два еврея дерутся, он пытается их разборонить, ему говорят, а ты хочешь меня убить, как того египтянина, он понял, что его заложили, а кто его мог заложить? Только тот спасенный еврей его и заложил. По тем временам, это очень серьезно, да не только по тем временам, убить полицейского при исполнении это событие. Значит, теперь, он сбежал, первая встреча была, первая встреча не еврей с евреем, драка, еврей с евреем, драка, сбежал с Египта, а ему 40 лет, вот, и видит, там, не евреи тоже дерутся, уже совсем не евреи, не евреи, ну, там, гоняют нечастных пастушек, пастухи и так далее. Он вступился за них, разогнал этих пастухов и дал этим овцам напиться, потому что пастушки раньше пишут. Когда они сообщили своему папе Петру, что какой-то египтянин их спас, им помог, почему они решили, что он египтянин. Ну, понятно, он так выглядел, был так одет и все такое прочее. Но вряд ли он скрывал свою личность для них. Может, и скрывал, не знаю. Но, во всяком случае, они решили, что он египтянин, а он никак свою еврейскую идентификацию не высветил. Я его ни в коей мере за это не осуждаю, не потому, что его не осуждает Бог, а просто я понимаю, человек в бегах, зачем ему лишнее светиться, объяснять, кто он, откуда и так далее. Ему поступил достойно и тихо, потому, что египтянин погонится, справки начнут наводить и так далее. Значит, но есть те, которые ему это вменяют в вину. Я просто вот это мнение озвучил, нисколько его не разделяя вообще, не то, что не разделяя человеку. Оно мне кажется глупым, противным, оскорбительным, унизительным и так далее. Но поскольку оно высказано, я его ретранслирую. А то, что ему Бог сказал, Бог ему напомнил о событиях с водой. То есть для нас это вообще не был бы проступок. Мы не на том уровне. А он находился на таком уровне, что для него с точки зрения Бога это был серьезный проступок, который не позволил ему войти в Израиль. Но есть еще одно объяснение, что если бы он со своим потенциалом, опытом, я не знаю, харизмой, талантами, близостью к Богу, самое главное, пришел в Израиль, то не было бы всей такой последующей еврейской истории. То есть его влияние на евреев было настолько сильным, что у них бы осталось меньше возможностей для проявления свободной воли. И тогда все процессы прошли бы в режиме форсажа. то есть история была бы другой. Они были бы немножко ограничены с точки зрения проявления свободы выбора, и вся история прошла бы иначе. То есть можно сказать так, что не было бы необходимости столько исправлять стольким разным людям в течение многих поколений в разных исторических обстоятельствах. Вот. И в таком случае мы говорим о некой предопределенности в исторических задачах с точки зрения Бога. То есть он эту ситуацию заранее создал и заранее создал ограниченные. Ограничением было не вхождение Мушарабейну на территорию от Иордана до моря. Потому что часть территории, которая по ту сторону Иордана, он воевал с Огом и Сихоном. Но мы это все равно почему-то Израилем не называем. И что? Мы не называем Восток Иордана, это Иордана Израилем. Нет, это Израиль, конечно. Это, конечно, Израиль. Просто территория от моря до реки, то есть от Иордана до моря это Ханан. Это Ханан. А территория Израиля это от Нила до Ифра. Так что вполне себе называем. Другое дело, что наши названия не все разделяют, я вам скажу, даже не все евреи это так думаю. Но тем не менее Тари от Нила до Ифра. Можно спросить, нужно. У меня на протяжении всех глав, которые мы обсуждали и не первый раз, исходя из выхода из Египта, мы обсуждаем и сравниваем, как поступил Машир Абейн в этой ситуации, в той ситуации, в другой ситуации, почему он поступил так или иначе или так дальше. Но если взглянуть в разрезе или исключительно на его личность, почему у нас нету отдельного урока по поводу личности Машир Абейн. Личность это очень поучительное и может быть это изучается исключительно раввинами, как для лидеров, или все-таки для нас это не нужно, или может быть это полезно. Значит, смотри, если это интересно, то почему нет? это не закрытая информация, ни какой-то корпоративной конспирологии в этом деле. Я открою страшный секрет себе, Сергей, есть люди в разных странах, которые задают и строили интересующие вопросы, даже записывают программы и выкладывают на отсюда. Ну, это надельный разговор, но на самом деле, правда, мы же Машир Абейн настолько глубоко уважаем, лично действительно неоднозначное, где-то в каком-то смысле какой-то период противоречивый, и вот как он сохранил вот эту стойкость и веру в Бога, ошибаясь, но тем не менее, а что было его путеводной звездой, что было его держащей ниточкой, которую он держал до конца, где-то человек что-то накосячил, как мы знаем, что-то там палочкой стукнул, я понимаю, что это несет очень глубокий смысл последующие события, мы сегодня с женой разбирали интересную историю по поводу того, что к человеку пришли купить камень, который нужен первосвященнику в Хошин, и он потерялся, он готов был его продать, а потом пошел, говорит, хорошо, я согласен продать, только цену повысил, согласились торговцы, пошли, он пошел за камнем, говорит, нет, ребята, я не могу вам продать. это дама бельнакина, ашкелонский юбилей, да, да, но мы изучали эту жену историю до конца, вот, самое главное, что изучали до конца, он не смог ее продать один раз, второй раз, они увеличивали цену, вот, да, 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 но самое конец этой истории настолько глубок, вот по поводу, я хочу вернуться, закончив вот эту историю, и потом вернуться к Маши Робейну, конец этой истории настолько велик, и настолько глубок, он проявил уважение, он хотел проявить уважение храму, продать этот камень, но проявил уважение к отцу, а родители, это первосвязь, как это, прообраз Бога на земле, он проявил уважение и небесному отцу, в априори, и Бог не остался в долгу, в следующий год у него родилась красная корова, и он получил эти деньги с лихвой, и в несколько раз даже больше, и вот эта вот история, она настолько нарицательно, поучительна, я хотел ее вот в сравнительной фазе приравнять, ну не приравнять, или как-то пристроить так слегка к Маши Робейну, ведь его же заслуги очень велики, я понимаю, что вот наши действия минимальные, они несут глубокие последствия в будущем и так дальше, на простом смысле это так, а на глубоком смысле это дальше, дальше, дальше. Значит, смотри, сейчас, скажем так, вот не то, что я отмазываюсь, вовсе нет, значит, скажем, великий, наш великий модератор, добрый гений этого проекта, даст свой добрям, то мы можем провести отдельное занятие по Маши Робейну, там многое из чего, на самом деле, на самом деле многое из чего. Ну, действительно, очень много чего, и у нас никогда не было на этом, мы всегда рассматривали Маши Робейну, в каких-то ситуациях, вот как-то, так, а как-то, но его, на самом деле, я бы даже не рискнул, вот так вот, его, вот просто, вот, его положительные качества, которые могли бы для нас служить примером, вот так, сходу, надо, по-моему, подготовительный урок, а потом уже конкретный, или, как это, на всякий шаг, потому что это действительно особый человек. Я предлагаю эту тему обсудить после этого урока, можно все запланировать, на условии того, что половину вопросов этого урока по Маши Робейну подготовит Сергей, которому пришла эта светлая идея. Пожалуйста. Хорошо, попробуем, если получится. Я очень рад, спасибо за предложение. если у тебя такая идея возникла. Меня вот интересуют еще два вопроса, может, у кого-то еще есть по главе. Первое, меня интересует, значит, Маша сказано, поставить Ягашо перед Эли Эзером, дать наставление перед всем обществом. Вот, почему перед всем обществом, почему не лично, были же и личные наверняка наставления, вообще там 40 лет он на него учился. Значит, там есть еще такая деталь, Бог говорит положи руку на него, на его голову. А Машарабейну положил не руку, а руки перед всем обществом. Там есть такая тонкая деталь. А вот. И да, ему написано в переводе, который, в общем, мало что объясняет, от своего величия. а там написано миорха, от твоего света. Вот. От твоего света. то есть величие для современников выражалось в том, что лицо Машарабейну светилось. И когда они увидели, что засветилось лицо Машарабейну, для них это было знаком величия. Теперь, Бог сказал, положи, возложи руку на него на голову. Он положил руки. То есть, он сделал больше для того, чтобы продемонстрировать, чем Бог ему сказал. Бог его за это не осудил. Он просто хотел, чтобы для народа это было более убедительно. Почему? Потому что он знал психологию своего народа. Потому что обязательно нашлись деятели, которые сказали, а она все-таки одну руку положила, а не другую. Почему не другую? Видимо, чего-то там не то. А почему я должен слушать того, которому не то и не все дали? не очевидно. То есть для того, чтобы пресечь возможные такого рода гнилые разговоры, Мошаровэйну положил две руки ему на голову. Это очень-очень древний вид посвящения положить руки на голову. Это мы встречаем тогда, когда лечат и мы знаем есть там прям в Танахе есть несколько событий там где там положил руки на голову там излечил да это лечат и этим посвящают кого так посвящают так посвящают раввинов и учителей пророков посвящают например он же ему не царей нет царей через помазание священников тоже через помазание коэн машех и машех это помазание это или коэн помазание или машех то есть царь помазание так царей и священников посвящали через помазание оливковым маслом. А вот пророков и учителей посвящали через рукоположение. Итуда, кстати, название обряд рукоположения. Понятно, что сегодня есть разные формы. Скажем, есть те, кто придерживается той формы, которая прямо в Таре описана. И это у сифарских раба, они им часто бывают, когда они кладут руки на голову. А вот или когда благословляют, или когда лечат. Либо когда посвящают раввинское звание, либо когда посвящают учительскую миссию. Эти вещи часто совпадают, но не всегда. Либо когда благословляют, либо когда лечат. Иногда эти задачи совпадают. И тогда это, например, он благословил, и благословил, в том числе, на здоровье. Тогда это одно движение на два. Это достаточно древняя форма, и мы здесь встречаем. Означает ли это о том, что Машей Рабейну духовно в процессе выхода из Египта и вернуться в Израиль духовно возрос? Потому что если на скалу на скалу на скалу он стукнул, а здесь он нарушил, ну как бы не нарушил, а добавил. Сказали, возложи руку, возложил две. А там вот тебе скажи скале, а он стукнул по ней. То есть там ему полагалось наказание, а здесь полагалось неосуждение, или даже одобрение. Значит, смотри, он действительно вырос, но не настолько, чтобы возглавить народ, который поменял свое качество, тогда как он свое социальное качество не поменял. Это легко объяснимо, потому что ему было 40 лет на момент выхода евреев, на момент бегства с Египта. Потом он еще 40 лет провел у своего тестя Петро. То есть он как личность абсолютно полностью сложился в Египте. Ну к 40 годам. Понятно. Дальше его эти качества не были востребованы, не были и препятствием для работы. То есть он в этом качестве хорошо сохранился. И его эти качества были очень полезны, исключительно полезны для того, чтобы вывести евреев из Египта. но они оказались, это оказалось противопоказанием для того, чтобы ввести свободных людей в Ханану. вот что. Вот здесь была проблема. То есть на самом деле, я думаю, что этот момент заслуживает отдельного рассмотрения. полностью с тобой согласен, потому что так как, например, Ишуа, который передал он дальнейший выход, его личность так глубоко не освещена и не освещен его духовный рост. к тому же мы сразу видим, он тоже совершает какие-то определенные ошибки. Вот. Что, ну, как бы, навевает не совсем правильные мысли думать о том, что мы вот часто зависим от человеческих слабостей. Ну да. И судьбоносная является, чужая человеческая слабость может влиять на весь народ. И это очень, я бы сказал, печально. И одновременно для тех, кто занимает высокие посты, это одновременно и трепетно. Значит, смотри, во-первых, я с тобой в целом абсолютно согласен, да? Но в чем у меня есть сомнения и возражения, по поводу Ишуа Бену нигде не сказано ничего плохого. вот. Возможно, оно было. Я допускаю. Но просто нигде не сказано. А то, что про него, ну, про конец его жизни сказано, что я не знаю, насколько оно так, я просто слышал, поэтому то, что слышал, то пою, что называется, что он умер не то, чтобы в забвении и небрежении, лишенный того почета, который ему полагался как преемнику Машарабену и вождю еврейского народа, который осуществил ну, захват Ханаану. Возможно, были какие-то ошибки. там он не был последователем в этой компании. Возможно. Есть такая версия. Я слышал о ней. Не хочу ее педалировать, но я слышал. Ну, вот Тара опускает эти вот такие моменты или она не считает их ну, как бы значимыми? Хотя, я полагаю, что все-таки Ишмуэля. Ну, не в этом дело. Что, смотри, сказано, что евреи не не захватили всю страну, не изгнали идолопоклонников и попали под ситуацию, о которой Бог сказал заранее, что если вы не изгоните идолопоклонников, язычников, то они станут для вас ловушкой, засадой, там, занозой в ребрах и как называется, ну, соринкой, не соринкой, в глазу, там, колючкой в глазу и так далее. То есть, будут очень сильно мешать. И если мы посмотрим на на то, какие территории были захвачены евреями, которые перешли через Иордан, то мы увидим, что огромные площади, особенно внизу, в низинах, там оставались местные народы. То есть, евреи захватили высоты. Это, ну, критически важные моменты, они стратегически важные высоты, и это правильно, но очень многих из тех, которые жили в долинах, они не изгнали. И надо было либо их изгнать, если они были готовы уйти, либо воевать с ними и завоевать их, и принудить к выполнению семей требований Нолха. Вот. Или то есть, или воевать и уничтожить, или воевать и изгнать, либо просто изгнать без войны, если те были готовы уйти. И был такой народ, который ушел. вот, а те, кто готовы остаться, они должны были бы признать еврейскую власть и семь требований новых. Эти условия не были выполнены, и я слышал такое, что вину за невыполнение этих условий, ну, как бы, вину распространяют также и на собственные Шобины. Но его личность мне, конечно, глубоко симпатична, так что мне очень тяжело говорить о его недостатках. Означает ли вот это то, что, например, вот ты сказал о том, что захватили вершины, значит, мы видим вершины своих грехов, а низины, или, так сказать, глубокие места остаются неоткрытыми или не вскрытыми до конца. Означает ли это о том, что мы сначала боремся с тем, что мы хотим победить, а вот внутри нас есть какие-то тайные вещи, почему они не смогли, допустим, изгнать те народы, значит, где-то внутри осталось что-то либо сочувствующее, либо где-то как-то нерешенный вопрос. Означает ли это то, что 40 лет все-таки были не до конца полноценными? Потому что все-таки так не должно быть, какая-то решимость должна была быть определенная. Все-таки или те народы поступали настолько лукаво и преобразовывались так, что было трудно их различить? Нет, просто значит, написано не изгнали. Почему не изгнали? Там есть разные версии. Устали от войны, оказались заинтересованы в или жадности, оказались заинтересованы в продуктах их труда, скажем, в виде дани или были восхищены их там особенностями какими-то культурологическими? Я не знаю. Да? Но не изгнали, и это было плохо. Вот. Так что... Видишь, градус требований к Маше Робейну очень высок, а градус к изгнанию уже начинается. Ну, не изгнали, наверное, потому что вот так или потому что вот так. Уже как бы начинается ну, где-то какая-то послабуха, где-то какой-то такой, ну... Ну, да, уровень. Уровень другой, да, и вот это вот как бы навевает на мысль, что ну, какая-то растерянность наступает, да, что с одной стороны с этого мы требовали так, и он был плохой, его ругали, вот, а тут пришел и этот тоже плохой. И получается, что, ну, не совсем хорошо получается. Ну, смотри. Вообще, если следовать этой логике, то то же самое можно сказать про Бога, потому что сотворил человек, а человек все испортил и так далее. Вот я как раз хотел сказать. Ты молодец, правильно заметил. Смотри, есть понятие свободной воли, свободы выбора как категории богоподобности и проявления богоподобности. И поэтому, если мы будем уж очень сильно продавливать ситуацию, то мы ограничим базу, ну, как бы основу, на которой стоит этот мир, основу собственной богоподобности. Вот сравниваю двух персонажей Пенхаса, который был ревнитель. А где мы еще встречаем определение ревнителя? Бог ревнитель. Пожалуйста, 10 заповедей. Я Бог, который вывел вас из страны гипетской, из дома рабства. Не делайте там себе других богов, не служите, не поклоняйтесь им. Никакого изображения того, что на небе, вверху, на земле и в воде внизу. Вот. Я Бог ревнитель. И тут мы видим Пенхас ревнитель. А кто еще был ревнитель? Ильяу. Пророк Ильяу. Ну, кто-то говорит, что это реинкарнация Пенхаса, кто-то говорит, что это просто тот же человек, но под другим именем. Вот. По-разному. Да? Я сейчас не берусь утверждать наверняка, естественно. Но про Пенхаса точно известно, что жил он не меньше 500 лет. Дальше появляется фигура Ильяу. Непонятно, где он родился, никакие биографические данные о нем неизвестны. Про него говорится Ильяу Анови, Ильяу Атишби, Ильяу Агилаги. То есть, из города Тишби, из района Агилаги. Но тоже не факт, на самом деле. Там есть подробности. Так вот, не важно даже тот ли этот человек в одном теле или это реинкарнация, не знаю. Но про него тоже сказано ревнитель. Но только его ревность была еще покруче. И такая степень ревности, что он уже не мог оставаться в этом мире. С одной стороны, но с другой стороны настолько его желание соединилось с желанием Бога, что он не умер. Был взят живым на небо. Так вот, для того, чтобы что-то осуществить такое, да, нужна такого рода позитивная ревность. Нужна. Про Илья Абинум не сказано, что он ревнитель. Вот где. Возможная проблема. Так что про дамы не сказано, что он ревнитель. Про конец раздела жертвоприношение обсуждается. И интересно, что отмечаются новомесячи тоже. То есть отдельное жертвоприношение в новомесячи. Ну, сегодня мы практически, ну, я не знаю, может кто-то живет по лунному календарю еврейского. Вот, но тогда же это было ну, как бы обычный календарь гражданский. Да? Да. Вот, ну, почему нужно было в начале нового месяца жертвоприношение? Какая польза, какой практический смысл для нас? Выход в практику параллели. Значит, смотри, месяц называется Ходыш. Новый называется Ходаш. Абсолютно то же самое. Месяц по времени, я имею в виду, не месяц ясный, да, вот, как в русском языке. Кстати, месяц в русском языке и месяц как временной отрезок это одно и то же, да, так что месяц раньше время отмечалось по полуне. Но это имеется ввиду луна ущербная. Полная луна называется луна. Неполная месяц просто. Так вот, Ходыш это месяц, это, Ходаш это новый, это обновление. Так вот, мы отмечаем регулярность обновления и изменчивость. То есть, у нас солнце знак постоянства, луна знак изменчивости. И эта изменчивость требует нашего соучастия. Потому что постоянство не требует нашего соучастия, а изменчивость требует. Мы что-то должны делать с изменяющейся ситуацией. Так вот, благословление изменчивой части, ну, то есть, изменчивая часть нашей жизни, она настолько неопределенно, неопределенно, обладает качеством неопределенности и, соответственно, риска и значит усилий, и значит внимание, что она требует дополнительных духовных усилий. Она требует благословления, чтобы эти изменения были на пользу. Это не обязательно, потому что они должны быть приятными, но они должны содействовать духовному росту. И поскольку изменения неизвестны в какую сторону, то надо приложить особые личные духовные усилия и благословить, чтобы эти изменения были на пользу и души, и тела. Вот я слышал такое объяснение. Может быть, есть другие? Сегодня мы живем календарными месяцами, календарными годами, даже если едышка. Как ты смотришь на то, чтобы в начале месяца, в начале года делать похожие вещи? Смотри, жертвоприношения силы категоричнейшим образом запрещены, где бы это ни было, кроме Иерусалимского храма, коинами и так далее. Но есть виды жертвоприношений, которые нам доступны. мы знаем. Это либо алкоголь, классический вариант это вино, но можно и не только вино, тому, кто занимается торой. Это один вариант. Другой вариант это, извините за выражение деньги. потому что скот тогда, когда были жертвоприношения, это был эквивалент денег. Ну, как в Риме, например, пекунья, это овца, и потом, поскольку это был всеобщий эквивалент в торговом смысле, то это слово стало означать деньги в целом. Ну, как скажем, серебро, золото. Так вот, это одно. Теперь, есть большая проблема. Поскольку Роша Ходыш это женский праздник, то всю текущую работу по дому, включая готовку, уборку, стирку и так далее, всю специфическую женскую работу выполняли мужчины. Понимаешь, да? То есть, не то, что женщина сначала все заготовит, потом, там, горы накопившиеся посуды, хорошо, если есть посудоморка, если нет. Да? И вся уборка. А так, всю текущую работу выполняли мужчины. То есть, строго говоря, это 8 марта каждые первые два дня каждого месяца. Так что, стоит об этом подумать. Это не так просто, на самом деле. Потому что святость можно только увеличивать, а уменьшать нельзя. Поэтому, если человек взял на себя обязательство, неважно, вслух сказанное или внутри окончательно решенное, что он будет выполнять требования рож-ходыш, так это на все оставшееся. Он назад подать не сможет. Понимаешь? Какая проблема? Подожди, Рэба, это как бы предписание Атуры или какое-то дополнение к нему относиться? Да. Требование рож-ходыш это таранические, тараническое требование. Мы знаем, как оно реализовывалось. Это были два праздника. Был, строго говоря, один праздничный день, потом его удвоили. Это был праздничный день, для которого, как обычно, для праздника все готовили заранее, а потом праздновали. Но, поскольку это считалось женским праздником, то женщины не работали. И на этот праздник полагались дополнительные праздничные жертвы этого дня, которые были животными. И тогда надо посмотреть, сколько стоило тогда это животное. Перевести эту, найти эквивалент сегодня, сколько это стоит, сколько стоит вот это животное. И оказывается, что это совсем немало. Совсем немало. Поэтому, если счет берет на себя такое обязательство, то оно сопряжено с тем, ну ладно организовать праздник, это достаточно приятные хлопоты. Но подписаться, что называется, на работу, на текущие обязанности в этот день, и мужские, и женские в результате. И еще на дополнительные расходы. Так что, если сегодня это требование не может быть выполнено буквально, и нет традиции жесткого предписания выполнения его в соответствии троническими нормами, сегодня просто читаются определенные молитвы, на другие все, обязательства, стоит подумать, следует ли принимать на себя дополнительные обязательства и логистические по дому, и финансовые внешние. Есть такая проблема, когда мы переводим жертву на сдаку, что сдака, грубо говоря, это перевести деньги, или чуть сложнее, а принести жертву в храм, для кого-то это пару часов, но для большинства населения это день, два, три, пока дойдешь до храма, пока ты все сделаешь. То есть все это путешествие и все это длительный минимум дневной и иногда богослуточный процесс, это получается разговор с Богом, потому что человек идет с одной единственной целью принести жертву. Нет, не совсем так, просто в храме приносилась, ну, была эта жертва, эта жертва покупалась на деньги всего общества. То есть это приносили коины от всего общества, это не индивидуальная жертва, это национальная, да? Да, это не индивидуальная. Это было в переносном храме, а потом стало постоянно. То есть это больше было фактически для коинов планирование как бы новых всего. Планирование, да, логистика была для коинов, но расходы были от имени всего народа, то есть из того, что приносилось в храм. Из этого можно предположить, что все-таки для обычных людей это было не сильно завязано на храм мероприятия. Да, это было не обременительно с точки зрения организации, планирования, логистики. То есть для обычных людей это был праздничный день, как ты говоришь с этими особенностями дома, особенностями быта. и очень небольшие деньги, потому что на общие деньги покупалось и для всего общества делалось. Но тем менее это были деньги. А сегодня, поскольку храма нет, начни все это дело. Это очень сложно. Фактически сегодня у нас есть два выходных дня, есть суббота, который, для кого суббота, для кого шаббат, а есть выходной воскресенье. Выходной это прямой аналог праздника. Почему нет? На самом деле, если человек хочет сделать себе праздник, претел себе праздник, проблема. И обычно люди в воскресенье там отдыхают, ездят куда-то делами заниматься. Ну ясно, хорошо. Тут гораздо глубже, конечно же. На самом деле, мне понравилась мысль Рэба, то, что сказал, о том, что это что-то новое, каждый месяц что-то новое, меняется жизнь, меняется обстоятельство, изменчивость, непостоянство, и наша способность к этому перенастроиться. Вот мне кажется, вот здесь намного важнее. Конечно, праздник отметить это здорово, но надо еще к нему и подготовиться вот внутренне, вот эти изменчивые части. Мы живем очень изменчивый мир, и каждый день что-то меняется. здесь требуется духовная бдительность, вот это проявление духовной бдительности. Да, я предлагаю, если есть еще вопросы по голове, задайте, если нет, то мы тогда закроем эту часть. Хорошо, спасибо тебе, Истралия, за занятие. Всегда пожалуйста.